Кубок Европы по каратэке Кюсенкай в британском городе Кроули для самарской спортсменки Анастасии Яч начался с труднейшего боя против бельгийской каратистки. В основное время арбитры присудили ничью и девушкам пришлось сражаться еще несколько раундов. Анастасия бой заканчивала почти без сил, но смогла победить. Я выложилась вся в первом времени, а мне дают ничью, хотя по нашим правилам там стопроцентная моя победа должна была быть. И я стою вот так за голову хватаясь, как же еще, а я сил-то нету. И вот чисто на характере еще 4 минуты. Не просто оказался и дальнейший путь к пьедесталу почета. В четвертьфинале швейцарская спортсменка, чувствуя, что проигрывает, на последних секундах запрещенным приемом нанесла Анастасии серьезную травму головы, из-за которой ее не допустили к бою в полуфинале. В итоге достойное третье место и еще один кубок в большую коллекцию трофеев девушки. Упорная работа на тренировках себя оправдала. Подготовка была очень тяжелая, крайне тяжелая. Доходило до трех-четырех тренировок в день. То есть тренировки даже утренние, например, могли длиться по три часа. То есть это сначала качалка, потом СФП, специальные упражнения. Потом ты идешь ударную технику делаешь, потом, может, даже спарринги добавляешь, если люди приходят тебя поддержать на утреннюю тренировку. Вот, поэтому подготовка была очень сложной. В Великобритании, как и на всех предыдущих турнирах, Анастасии помогал папа и тренер девушки Михаил Геач. С Кубка Европы мужчина тоже вернулся не с пустыми руками. Президенту Самарской Федерации присвоили седьмой дан. В России его достигли только три человека. Почетную грамоту Михаил получил из рук руководителя Мировой Федерации. Это, наверное, признание не столько в качестве тренера, сколько в качестве организатора работы. Я руковожу Приворским федеральным округом от президента Федерации России. И, наверное, те успехи, которые показывают спортсмены Приворского федерального округа, та организационная работа, которая организована у нас, дает возможности ходатайствовать о присвоении седьмого дан. Семью с их достижениями поздравили в родной 16-й спортивной школе, где и Михаил, и Анастасия работают детскими тренерами. К поздравлениям присоединились и представители администрации Советского района. Но времени наслаждаться успехом немного. Впереди важнейший старт сезона – чемпионат России, по результатам которого определяется состав сборной страны на чемпионаты мира и Европы. Соревнования будут в марте, а тяжелые тренировки начались уже сейчас. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.